Илья, почему ты предложил встретиться именно здесь? Зашла речь уже про этих львов. Честно говоря, когда я училась еще в университете, мне приходилось часто здесь ходить, я никогда не видела среди вот этих полуразрушенных зданий этих львов, даже не обращала внимания. Именно поэтому я сюда привел. Поколение и поколение барнаульцев ходили вот здесь мимо, мимо и совсем немногие поднимали голову и видели этих львов. На самых ранних фотографиях этих мест они уже есть. Теории масса. Кто-то, глядя на то, что это львы, решил, что их привезли аж из Китая. Зачем и кто, непонятно. Самые экзотические версии на этот счет есть. Другие говорят, что они когда-то стояли на обводном, на обводном, точнее, канале барнаульского заводского пруда, и у них из ртов такие струйки били. Я придерживаюсь третьей версии, как краевед-любитель. В боку одного из этих львов есть такое уродливое отверстие, явно говорящие о том, что это брак. Моя версия такая. Владелец этого здания, тогда это был Морозов, знаменитый представитель семьи Морозовых, который, организовав здесь, насколько я знаю, кинотеатр, я думаю, по дешевке, как по цене лома, что называется, приобрел вот этих вот прикольных львов. Они привлекали внимание и, так сказать, нависали над проходом, собственно, во внутренний двор кинотеатра. Знаешь песню? По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед. Ну, ансамбль Александрова, это, конечно, гораздо лучше исполняет, чем я, что неудивительно. Очень известная песня о времен гражданской войны. В школах ее разучивали, в детских садиках для утренников. Я уверен, в караоке сегодня поют после 12, вот точно. Известнейшая песня. Казалось бы, как она связана с городом Барнаулом, и тем более вот с этим зданием, на которое, честно говоря, вот мне, как Барнаульсу, стыдно смотреть, учитывая, в каком оно состоянии. Был такой Петр Парфенов. Был он во времена гражданской войны, скажем так, красным разведчиком. Именно в тот момент, когда красных выбили в первый раз из Барнаула, сюда пришли и здесь обосновались белые, вот в этом здании располагалась белогвардейская контрразведка. Петр Парфенов был арестован, сидел здесь в казематах, судя по всему, и еще не писал эту песню, но, видимо, очень сильно вдохновлялся, когда здесь красные победили, его, так сказать, командировали на Дальний Восток, и там он эту песню уже окончательно оформил. А вот это здание, здание на Гоголя, которое еще в начале 20 века называли небоскреб, потому что это было самое высокое здание города Барнаула. Странно это сейчас звучит, правда? В отличие от тех же львов, его знают, наверное, все барнаульцы. Но не все знают, что оно имеет определенную, скажем так, связь с городом на Неве. Вот в этих местах Гоголя, Пушкина, Молотобольская, многие старые здания, особенно каменные, они заметно просели за сто с лишним лет. Мы стоим на бывшем болоте. Песчаная почва, барнаулка, вся земля под нами, она буквально пропитана водой. Это здание за все время, если просело, то крайне-крайне мало. Оно стоит на своего рода деревянной лиственничной подушке. Это в несколько слоев выложены лиственничные, чтобы не гнили, бревна. И дом как будто бы, так сказать, покачивается, может быть, плавает, да, вот на этом водянистом грунте. Это питерский такой прием. Дом простоял сто с лишним лет. Здесь живут люди, прекрасно себя чувствуют. И, наверное, дай бог этот дом еще простоит очень-очень долго. Мы сейчас с вами вот три таких места всего лишь посмотрели, которые во многом отличают наш город от других городов Сибири и нашей страны. И таких мест очень много. И я предлагаю тем барнаулцам, кто еще не задумывался о чем-то подобном, посвятить хотя бы часть дня рождения города прогулке по, например, по исторической части и подумать, чем он особенный и за что его можно и нужно любить. Ирина Корчагина, Александр Антропов и, конечно, Илья Кочетков. День с толком.